Продолжение следует... В эфире радио «Медиаметекс Питер». Меня зовут Александр Коробченко. Это автомобильная программа «Круиз-контроль». Наша сегодняшняя тема — автомобили с пробегом. Как их максимально выгодно эксплуатировать, стоит ли это делать вообще, как сделать приобретение и эксплуатацию автомобилей безопасной. Об этом мы сегодня поговорим вместе с нашим гостем, экспертом Александром Михайловым. Александр — соучредитель автомобильного бюро. Саша, я тебя правильно представил? Да, абсолютно верно. Привет всем. Привет, Саша. Привет. Расскажи, пожалуйста, нашим гостям чуть поконкретнее, чем ты занимаешься. Ну, как-то так получилось, что я всю жизнь связан с автомобилями. Все началось, наверное, еще с университета. Мне удалось, мне посчастливилось, окончить Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности автомобиля. Ну и, в общем-то, как-то с третьего курса все, что я делал, было связано с автомобилями. Начинал, как-то ни странно, в автомобильной журналистике. Начинал с корреспондента. И через какое-то время мы делали тесты для очень крупного Санкт-Петербургского глянцевого автомобильного журнала. И все это продолжалось несколько лет, пока, в общем-то, не было принято решение уйти в коммерцию автомобильную. И, в общем-то, так я попал в продажу автомобилей. Сначала мы занимались корейским брендом. Это небезызвестный бренд Kia. Мы занимались новыми автомобилями. После этого удалось позаниматься таким брендом, как Suzuki. За несколько лет мы вывели салон, в котором, в общем-то, работали. Вывели его на первое место по городу по продажам. За это время накопился огромный опыт общения с автомобилями, как с новыми, с поддержанными. Ну и какое-то время назад было принято решение немножко отделиться от предыдущего работодателя. И мы с моим партнером сделали автомобильное бюро. То есть у вас свой бизнес? Да, мы занимаемся, мы помогаем людям сделать правильный выбор на рынке поддержанных автомобилей. Занимаемся подбором автомобилей, занимаемся решением каких-то технических вопросов. В общем-то, предоставляем полный спектр услуг в этом плане. Здорово. Скажи, пожалуйста, сколько в итоге в общей сложности лет ты проработал в сфере продаж автомобилей? Ну, Саш, если вспомнить счастливые университетские годы, с третьего курса мне удалось совмещать приятное с полезным. Получается 10 лет. Ты между с того момента как-то продал свой личный автомобиль с рук? Ну, я имею в виду профессионально. Сколько времени, скажем так, продажа автомобилей приносит тебе средства к существованию? Ну, слава богу, у меня мой жизненный путь разделился, наверное, на две части. Продажами мы занимались, наверное, последние 5-6 лет. До этого занимались все-таки больше техникой, именно автомобильной, да, с инженерной точки зрения. Вот. И какими-то такими медиа вещами. Ну, в том числе и автомобильными тестами, что, в общем-то, в дальнейшем очень сильно повлияло на мое мировоззрение в плане как бы автомобилей сформировало некий такой автомобильный вкус, что ли. Здорово. Саша, я знаю, что на одно из твоих бывших мест работы у тебя в кабинете висел, собственно, диплом лучшего продавца года. Это был, кстати, не Макдональдс, я открою секрет. Я немножко поправлю тебя, прошу прощения. Лучший руководитель, лучший руководитель России. Да, не продавец действительно, лучший руководитель продаж России. Скажи, в чем твой секрет, как стать самым крутым продавцом, если не ошибаюсь, японского бренда Сузуки, да? Да, мне посчастливилось 3 года своей жизни отдать японскому бренду Сузуки. Ну, честно говоря, после того, как практически 3 года работаешь с корейцами, переходить в какой-то другой бренд, это был некий такой культурный шок. Потому что бренд Kia — это такой вообще уникальный бренд сам по себе, это такая вещь в себе, поскольку за несколько лет эта компания превратилась из какого-то рядового производителя обычных массовых автомобилей в невероятного гиганта. и мне посчастливилось, наверное, работать именно в то время, когда этот рост был максимальным. И, соответственно, ты понимал, что ты можешь уйти в отпуск на 10 дней, прийти и будет все по-другому. То есть там выйдут новые какие-то модели, в чем я не шучу, это действительно так. Kia очень быстро запускала свои модели в производство, и ты мог просто в какой-то момент не успевать отслеживать. Ты приходишь на работу, у тебя уже новая модельская салона. Да, 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 это действительно так. Какие-то обновления, какие-то новые технические решения. Если, когда модель быстро запускается на рынок, это порой связано с какими-то там техническими, ну не хочу сказать сбоями, да, с какими-то техническими особенностями, то есть возможны какие-то доработки во время запуска, уже производства автомобиля. И Kia невероятно быстро реагировала на все эти вещи. И, видимо, сформировалась какая-то скорость внутренняя, скорость реакции, скорость понимания, как это должно быть. Мы экспрополировали все это, экспрополировали, правильно сказать, на Сузуки, и, видимо, это принесло какой-то очень хороший результат. Я очень тепло отношусь к бренду Сузуки, он такой домашний, такой, как домашние тапочки. Это модели, которые производятся годами, не претерпевая каких-либо изменений. Но я говорю про тот момент времени, это 13-й, 14-й год, 15-й, когда на рынке были такие монстры, как Сузуки с X4, который превратился в Сузуки с X4 Classic, да? А он ушел уже с рынка? Он, да, он сейчас ушел с рынка, но эта машина производилась практически 10 лет без каких-либо серьезных доработок, и до последнего автомобиля, это произведенного, была очень популярная машина, потому что если в брендке люди приходили за какой-то новинкой, то в бренд Сузуки люди приходили, потому что, условно говоря, папа ездил на такой машине, и он был доволен. Точнее, надежные машины, с ними действительно было очень приятно работать всегда. Когда меня спрашивали, что мне нравится в работе с этим брендом, и первое, наверное, что я отвечал, это то, что гарантийщик ковыряет в носу с утра до вечера, и у него нет работы, это надежные автомобили. Здорово. Я смотрю, у тебя очень теплые воспоминания о твоей деятельности в салонах официальных дилеров. Это действительно так. Огромный опыт, абсолютно потрясающий. Мне как-то везло постоянно... Ну, я работал двух официальных дилеров на руководящих постах, и это были очень сильные дилеры, которые привнесли в мою жизнь очень много опыта, очень много хорошего. Отлично. Хочу немножко перенести наш разговор в другое русло, в русло поддержанных автомобилей. Вот от новых к поддержанным. Смотри, есть ли у тебя... Что тебе интереснее было продавать? Новые машины или бэушные? Точнее, руководить процессом. Ну, давай начнем с того, что вообще с автомобилями работать, это в принципе невероятно интересно. Неважно с какими. Ну, наверное, да, если в общем брать картину, конечно, не так важно с какими. Автомобили, в принципе, это очень интересно, потому что автомобильный рынок это как зеркало вообще развития всего. То есть все, что новое в нашем мире происходит, там, в техническом плане, какие-то новинки, они так или иначе отражаются в автомобилестроении. Когда ты находишься постоянно в этом процессе, когда ты все это первым узнаешь, когда ты все это первым пытаешься как-то использовать для повышения уровня тех же продаж, это круто, это невероятно интересно. Что касается бэушного рынка, наверное, здесь неправильно и нечестно было бы говорить, что это наше было сознательное решение. Это, наверное, у нас время просто привело к тому, что в кризис наш клиент больше смотрит сейчас на все-таки автомобили не новые, но в то же время желание купить автомобиль культурно, качественно, снизив риски при покупке до минимума, они остались. Поэтому, собственно, логичное наше решение было это перейти на рынок именно поддержанных автомобилей. Ну, то есть ты так несколько обогнал мои ближайшие вопросы и одновременно, можно сказать, подтвердил актуальность этой темы, почему мы ее выбрали. Мне хотелось спросить у тебя, как ты считаешь, ты, в принципе, уже ответил на этот вопрос, насколько связано падение продаж новых автомобилей на рынке. Вот сейчас АЕБ выпустил статистику за первые три месяца этого года, соответственно, и за март. Чудовищная абсолютно статистика. Да, они там немножко так скрыли, то, что за первые три месяца минус 17%, сакцентировали внимание только на 10% марта. И господин Шрайбер заявил, что, собственно, мы щупаем дно, оно где-то рядом, мы до него почти достали, но, к сожалению, пока вот нет. Вот как ты считаешь, связано ли падение на рынке новых продаж с каким-то оживлением на рынке поддержанных? Частично ты ответил, давай подробнее немножко об этом поговорим. Собственно, что происходит с бэушками, народ за ними ломанулся и локтями толкают друг к другу в дверях твоего салона. Что происходит на рынке, да. Ну, наверное, статистика А и Б, при всем моем уважении к агентству, она не всегда отражает реальную картину, поскольку дилеры, гонясь за выполнением планов, порой несколько корректирует несколько корректирует продажи своих автомобилей. Те продажи, которые они отчитывают, они не всегда совпадают с тем количеством автомобилей, которые реально покидают стены салона. Это может быть как в большую сторону, как в меньшую сторону, но, по моим ощущениям, падение рынка сильнее, чем мы видим статистику. И, честно говоря, на мой взгляд, дно мы еще не нащупали. Я, наверное, потом чуть подробнее остановлюсь на этом, почему я так уверен. Да, это, кстати, интересно. Не забудь к этому вернуться. Да, да, обязательно. А по поводу поддержанных автомобилей здесь, наверное, правильно вести речь не о количественных показателях, а о качественных. Самые такие мощные по продажам годы, это там 12-13 годы, да, там, часть 14-го, доля поддержанных автомобилей, которые были проданы дилерами, да, официальными или неофициальными, она составляла в среднем, в среднем это 20-25, ну, максимум 30 процентов. То есть, условно говоря, на 100 новых автомобилей хороший официальный дилер продавал 25 бушных. И, в принципе, это был такой хороший целевой показатель для многих руководителей отделов, на которые ориентировались. Сейчас целевой показатель для салонов, он примерно один к одному. То есть, на, условно говоря, боюсь сейчас сказать цифру 100, редкий салон сейчас. Один новый, один бушных. Давай, все-таки будем чуть оптимистичны. На 10 новых цель полагания стоит продавать 10 бушных. Я могу сказать, что это мы немножко на самом деле опаздываем, потому что в Европе давно уже салоны специализируются на продаже поддержанных автомобилей, там это как бы элемент автомобильной культуры, там можно прийти в салон и спокойно выбрать как новый автомобиль, так и не новый автомобиль, и в общем-то качество обслуживания и уровень сервиса, который ты получаешь в этот момент, он будет примерно одинаковый. То есть, получается, что то, что мы зовем кризисом в Европе уже давно существует как норма? Это существует как норма, и единственное, что, опять же, другие объемы, и вот то, с чего я начал, почему эти объемы мы еще увидим сокращение, к сожалению, к большому. Я думаю, что в ближайший год-два мы увидим, что часть автомобильных брендов покинет нашу страну навсегда или на какое-то время, но, к сожалению, это факт. это вдобавок к тем хорошим автомобилям. Абсолютно правильно ты сейчас заметил про бренд GM, про массовый сегмент GM, который, к сожалению, ушел с рынка, параллельно закрыв еще предприятие, не закрыв, а, как они говорят, законсервировав. Да, то есть это такой элемент позитива, законсервировав предприятие под Санкт-Петербургом. Вот. Но, к сожалению, это первая весточка. Увы. Ну, если я так думаю, что тебе удастся избежать вопросов «назовите имя, сэр», то ты ошибаешься. Будут подробности какие-то или все-таки это не для эфира? Да нет, здесь это исключительно мои наблюдения, никакая там не инсайдерская информация, но автомобильный рынок, он такой очень такой местечковый, наверное. Мы все общаемся и по ощущениям, ощущения редко обманывают, на самом деле, людей, которые годами занимаются там обслуживанием или продажами автомобилей. По многим брендам падение составляет 70-80% от, скажем так, показателей 2013-2014 года. Вместе с этим падает так называемый карпарк, то есть количество заездов этих автомобилей в сервис также уменьшается и получается, что дилерскому центру быстро не перепрофилировать свою работу в рамках работы с этим дилером. Наверное, сейчас не является таким большим секретом, что многие дилеры работают по продажам именно автомобилей новых в ноль, стремясь наполнить свой карпарк и тем самым обеспечив работу сервису. Но когда это, собственно, не получается, не получается во многом за счет того, ценник слишком завышен от машины и покупателю кажется, что он завышен неоправданно, тем самым мы видим ситуацию, когда дилер видит, что продавать толком не получается, обслуживать толком не получается, потому что машины не приезжают, потому что они не продаются, замкнутый круг и дилер ищет какие-то варианты, либо самый такой позитивный вариант это смена бренда, то есть уход в более какой-то предсказуемый сегмент, либо это закрытие, перепрофилирование помещения в какие-то другие вещи, супермаркеты, склады. То есть я так понимаю, тебе позвонили твои друзья с других автосалонов и спросили, нет ли у тебя вакансий продавца. Да, сейчас, к сожалению, очень часто мы встречаемся с ребятами, очень многие дилерские центры удалось, скажем так, опросить тем самым. Да, ситуация сейчас, честно говоря, плачевная. Она грустная, она грустная, но рабочая. С этим приходится мириться. Понятно. Вопрос ностальгический к тебе. Я вот понял, что я настолько стар, что я покупал себе, уже покупал себе новый автомобиль еще, когда были авторынки в автовой и на энергетиках. Вот в автовой, по-моему, нет совсем уже рынка на энергетиках. он сейчас переезжает, там другая площадка будет. Опять же, там поставлена цель немножко сделать все это более культурно. На энергетика, да, что это все превратилось в сеть автосалонов. Ну, да, да, да. А не просто площадку гравийную. Но вот что из этого получится, ну, надо на самом деле посмотреть. Потому что, в принципе, идея правильная, идея хорошая. Вот, и как раз-таки вопрос был, собственно, в том, где сейчас, где сегодня продается большая часть или вообще продаются поддержанные автомобили, кроме, ну, понятно, сетевых площадок, таких как Автору, Авитору и официальных дилеров, которые тоже, как мы с тобой только что выяснили, занимаются продажей. Где-то еще, каким-то еще образом продается поддержанная машина? Ну, давай, наверное, начнем с того, что и площадки, и частники, и перекупщики, и автомобильные салоны, они так или иначе все имеют свои либо объявления, либо магазины на вот сайтах, которые ты сейчас озвучил. Две крупнейшие площадки Тавитору, Автору, ну, и там еще порядка 20 таких площадок, которые менее на слуху, тем не менее, тоже на них выставляются автомобили. Потому что, наверное, сейчас 98% всех людей, которые задумались о том, почему бы не поменять или не купить себе поддержанный автомобиль, да и новый, кстати, они все равно идут в интернет, смотрят предложения, сравнивают и, собственно, видят, что там происходит. могу сказать, что если там лет 6-7 назад в основной своей массе объявления давали все-таки частники, частные продавцы, то есть это непосредственно хозяева своих железных коней, то сейчас по моим ощущениям, конечно, все сместилось в сторону дилеров как официальных площадок, которые продают автомобили преимущественно троядыновские, то есть обменные неофициальных площадок, это всевозможные, не хочу называть серыми дилерами, альтернативные дилеры, которые политкорректно, политкорректно, которые продают автомобили выкупленные у клиентов, взятые на комиссию и так далее. Вот где-то по моим ощущениям сейчас 50 на 50. 50 мы видим частных объявлений, это те, кто самостоятельно продает автомобиль, и 50 это коммерческие структуры. Есть автомобили, где до 100% все продажи идут непосредственно через салоны, потому что есть такие позиции, которые частенько продать очень сложно. поэтому некоторые позиции полностью отданы под коммерцию. Например, какие? Например, если вы отважитесь приобрести какой-нибудь олдтаймер, причем как в хорошем понимании этого слова, так и в таком несколько саркастическом, это... Я говорю сейчас про элитные старые автомобили. Аудио 8 конца 90-х, BMW 7-ки. То есть, элитные в кавычках. Я уже ожидал Bentley, Rolls-Royce. Да, эти машины сулят огромное количество проблем при попытке их продать, поскольку они технически уже... они слишком сложные технически для того, чтобы их починить, но как бы их скажем так самостоятельно привести в тот вид, в котором эту машину реально приобрести, это очень сложно, поэтому, как правило, владельцы таких автомобилей, если они решились на продажу, они обращаются в соответствующие структуры, которые всеми силами пытаются помочь продать эту машину. Либо удачно, либо нет. Понял тебя. Смотри, давай немного сделаем нашу программу чуть более практичной, полезной для наших слушателей. Хочу, чтобы ты немножко помог, дал совет, поделился ценным опытом с нашей аудиторией. Как не обжечься при покупке поддержанного автомобиля? Давай начнем с покупки автомобиля с рук. Если, к примеру, человек хочет купить автомобиль с рук. Помимо того, что если ты звонишь в владельцу машины, а он говорит тебе, что кузовной цех слушает, то лучше, наверное, не покупать такой автомобиль. Ну да, на самом деле такое бывает редко. Мне сейчас сразу напомнил, такой был все время анекдот, когда в газете из рук в руки размещено объявление, продается спиннинг со всеми, со всем набором необходимых аксессуаров, звонить по такому-то номеру, если поднимет мужской голос, сказать, не туда попали. Да, конечно, если вы... Ну, начнем с того, что если вы приобретаете автомобиль у частника, надо прежде всего оценить самого частника, смотреть на дна человека. Иногда бывает так, что после разговора в принципе и автомобиль-то, наверное, не надо смотреть, не надо тратить время ехать, потому что если диалог не складывается, то, возможно, скажем так, автомобиль не стоит вашего внимания. Я говорю сейчас о каких-то банальных вопросах, связанных по состоянию машины, по обслуживанию, по тому, какую цель человек преследует. То есть, если человек уходит от ответа или что, или заиграется, что значит не складывается диалог. Да, ты абсолютно правильно сейчас говоришь. На самом деле, с убывательской точки зрения, наверное, если человек готовится к продаже своего автомобиля, вроде как ответить на пару-тройку каких-то вопросов, связанных с его автомобилем, не должно превращаться в какую-то проблему. Но, честно говоря, имея огромный опыт переговоров с такими продавцами и видя потом автомобиль, я могу сказать, что человек, который четко, уверенно, с любовью рассказывает про свою машину, зачастую это соответствует действительности. Наоборот, если человек не уверен в своем автомобиле, там начинаются обязательно какие-то уходы на другую тему и так далее. Но на самом деле это все как бы лирика. Ты просил практики. Значит, две проблемы, с которыми можно столкнуться при покупке автомобиля, это технические проблемы и юридические. Начнем сначала с юридических проблем. Какие могут быть? Автомобиль это предмет собственности. Автомобиль это зачастую дорогостоящий предмет собственности. Любой предмет собственности может выступать предметом спора. Соответственно, вы должны быть абсолютно уверены в том, что машина, которую вы приобретаете или хотите приобрести, она находится не в аресте, она находится не в залоге, она… Сейчас я не говорю про криминал, угон и так далее. Это вообще отдельная тема. Самый банальный случай, с чем можно столкнуться. Семья покупает себе автомобиль, ездит на нем, и через какое-то время между супругами происходит разлад. К сожалению, такое бывает. И один из супругов начинает спешно распродавать совместно нажитое имущество, в том числе и автомобиль. Второй супруг подает в суд, и суд для того, чтобы обеспечить, скажем так, сохранность этого имущества, выносит постановление о наложении ограничений на регистрацию того или иного автомобиля. Сейчас не надо путать с арестом, то есть это не арест, вы можете купить этот автомобиль, даже ездить на нем, но при попытке зарегистрировать эту машину вы столкнетесь с непониманием в органах МРЭО, вам не дадут этого сделать, и после этого вас ждет увлекательные юридические приключения при попытке легализовать все это дело. Поэтому, наверное, такой глобальный совет, если у вас нет либо возможности проверить автомобильную юридическую частоту, либо нет желания этим заниматься, самый верный способ — это договориться о том, что вы расплатитесь за машину после того, как вы ее зарегистрируете. И не надо ни в коем случае тянуть с регистрацией. Чем быстрее вы машину зарегистрируете на себя при покупке, тем спокойнее вы будете себя чувствовать. То есть твое отношение к покупке машины по доверенности, я уже понял. Ну, на самом деле сейчас покупка, если мы немножко перескочим, покупка по доверенности на самом деле сейчас не такой актуальный момент. По доверенности сейчас продают, как правило, автомобили, которые просто нет физической возможности зарегистрировать. Это либо учет другой стороны, там есть определенные тонкости, где резидент, например, может ездить какое-то количество времени на такой машине, потом пересекать границу и так далее. Но это на самом деле в общей массе продаж — это достаточно такое маленькое количество. Также, опять же, есть автомобили, которые являются предметами споров, которые невозможно зарегистрировать. И такие машины действительно продаются по доверенности, они продаются, как правило, за очень небольшие деньги от рынка. Это 60-70% стоимости. Но здесь уже должен каждый сам решать, какие цели он преследует. Либо это попытка сэкономить сейчас, но иметь какие-то, возможно, последствия в дальнейшем при эксплуатации данного автомобиля. Либо, условно говоря, пойти стандартным путем все проверить окончательно. Либо обратиться в одно из автомобильных агентств, которое поможет и проверить автомобиль, и убережет от каких-либо проблем. То есть, извини, что перебиваю, есть такие агентства, которые в случае, если у тебя нет друзей в ГАИ, когда тебе некому позвонить и попросить пробить номерок, то ты можешь просто прийти в организацию, и тебе могут рассказать, что за машина, стоит ли ее покупать с юридической стороны. Да, и дело в том, что сотрудники ГАИ, они могут проверить автомобиль не по всем базам. Они и не должны этого делать. Да, есть база угона, которая, в общем-то, она доступна и без сотрудников ГАИ. На сайте gbdd.ru есть соответствующая окошко, где можно вбить ВИН-номер автомобиля, либо данные госномер автомобиля. И, соответственно, уже понять, какие приключения, если они были с вашим автомобилем, и чем они закончились. Но база гбdd не страхует вас от того, от шанса купить автомобиль, который, например, находится в кредите, находится в залоге у банка. И хорошо, если предыдущий собственник вас информирует об этом, и в его планы не входит не платить эти кредиты или не разбираться с этими залогами. Но зачастую бывает ситуация обратная. Сейчас наличие ПТС на руках у собственника – это не гарантия того, что автомобиль, например, не кредитный. Потому что огромное количество банков сейчас не забирает ПТС, оставляя их на руках. Соответственно, у человека ничего не мешает ему в какой-то момент продать автомобиль. И дальше это уже все на совести. Опять же, желательно понимать эти риски до оплаты и понимать, что вас ждет и так далее. Еще хотел остановиться все-таки на моменте регистрации автомобиля. Почему это сделать сейчас необходимо как можно раньше? Несколько лет назад были изменены правила регистрации. Главное изменение сводится к тому, что упразднили понятие снятия с учета. Сейчас автомобили, как раньше, когда мы снимали их с учета, получали транзитные номера, после этого регистрировали на себя. Вот сейчас эта процедура, как правило, делается только при отчуждении транспортного средства. То есть если ты житель братской Белоруссии, например, решил приобрести автомобиль в России, что сейчас очень многие делают как раз, и, собственно, перегоняешь его к себе, вот в этом случае, да, ты снимаешь машину с учета, дальше там получаешь уже белорусские документы и спокойно эксплуатируешь машину на Белоруссии. Сейчас вместо понятия снятия с учета ввели понятие перерегистрация. Это значит, что при покупке автомобиля у тебя дается 10 рабочих дней, 10 календарных дней, прошу прощения, на то, чтобы зарегистрировать автомобиль на себя. Ты, кстати, можешь зарегистрировать машину на тех же номерах. То есть тебе даже не обязательно получать какие-то новые номера. Ты просто ее регистрируешь, получаешь соответствующую запись в ПТС, получаешь новое свидетельство о регистрации и спокойно эксплуатируешь это транспортное средство. Но есть одна тонкость. Пока органы МРЭО не получили информацию о том, что у автомобиля поменялся собственник, по всем базам данная машина числится за предыдущим собственником. Соответственно, вы приобрели автомобиль, ездите на нем какое-то время, пока не спешите его перерегистрировать на себя. И в это время предыдущий собственник благополучно получает всевозможные штрафы, всевозможные письма счастья и так далее. То есть, иными словами, он несет полную ответственность за данный автомобиль. Ему, естественно, это может не понравиться, и он может, он имеет право обратиться в органы ГИБДД с заявлением о приостановке учета автомобиля, либо о его утилизации. Это будет сюрприз. Это будет сюрприз. И если приостановка учета, в принципе, это вполне такая культурная мера, когда человек понимает, что автомобиль он больше не владеет, но он не может быть ответственным за то, что вы, как новый собственник, его зарегистрируете на себя. Он просто приостанавливает учет на себя, вы приезжаете в МРЭО, вас информируют об этом, ну, дальше вы там платите определенный штраф за то, что вы просрочили регистрацию, ну, собственно, потом после этого регистрируете на себя и спокойно уже эксплуатируете. Да вот вопрос с утилизацией – это вопрос очень серьезный. То есть, восстановить право зарегистрировать на себя в этом случае – это не так просто. Понял. Тебе очень интересное замечание. Спасибо. Я думаю, даже для меня это, по крайней мере, опыт. Буду знать, что и чем грозит. Скажи, пожалуйста, можно ли получить какую-либо гарантию, если ты покупаешь машину в салоне, поддержанную? Будь то официальный дилер или неофициальный, да, можно ли быть уверенным? Поскольку участник тебе не даст никаких договоров купли-продажи, гарантий, чего-либо того в этом духе, вот какие гарантии могут быть в салоне? Ну, справедливости ради скажем, что участник все-таки даст тебе определенные гарантии. Тот же договор купли-продажи, который вы оформляете между двумя физическими лицами, он может быть сейчас составлен как нотариально, так и, скажем так, от руки. Да, просто есть определенная форма, которую вы можете заполнить просто на листе А4. Поставить свои подписи и, в общем-то, разойтись на этом. И такой договор в случае возникновения каких-то юридических проблем, его можно использовать в суде как доказательство того, что вы добросовестно приобрели транспортное средство, но по каким-то независимым от себя причинам не можете его эксплуатировать. Да, опять же, если какие-то юридические вопросы. Другой вопрос, охота ли вам заниматься этим, да, потому что, честно говоря, я за последние несколько лет накопил огромный опыт общения как раз по таким автомобилям. Часть нашей деятельности заключается в том, что мы помогаем людям, попавшим вот в такие неприятные ситуации с арестованной техникой. Мы помогаем, в общем-то, решить этот вопрос, естественно, как бы в рамках закона. Но это связано с огромным количеством времени, с огромным количеством трудозатрат и так далее. Покупая автомобиль у дилера, вы, в общем-то, застрахованы от того, что с автомобилем действительно есть какие-то юридические проблемы. Потому что у любого… Ну, я сейчас говорю про качественных дилеров. Безусловно. У любого качественно уважающего себя дилера есть служба безопасности, которая обязательно проверит данный автомобиль и по базам ГИБДД, и по базам Федеральной службы судебных приставов, исполнителей, для того, чтобы минимизировать какие-то риски. В подавляющем большинстве случаев этого достаточно. Бывают исключения. И совсем недавно мы разбирали такой случай. Просто вкратце расскажу, с чем пришлось столкнуться. Клиент сдал автомобиль в автосалон на выкуп. Салон выкупил автомобиль, привел его в порядок и, собственно, выставил на продажу. Вот в этот промежуток автомобиль был абсолютно чистый, он не был предметом спора и так далее. За это время, пока автомобиль приводили в порядок и выставляли в салон, бывший хозяин автомобиля ухитрился поссориться с супругой. Причем поссориться настолько мощно, что они решили развестись через суд. И суд, видя, что автомобиль находится в собственности у одного из супругов, наложил обеспечительный арест уже после того, как автомобиль был проверен службой безопасности и так далее. Соответственно, новый собственник автомобиля, приобретя его, был немало удивлен тому факту, что он не может его зарегистрировать. Но в данном случае, опять же, есть огромный плюс. Автосалон гарантирует клиенту, что автомобиль будет без проблем зарегистрирован в органах ГИБДД. Поэтому, если случается вот такой форс-мажор, не клиент занимается, скажем так, поиском решений, а сотрудник автосалона, юридическая служба салона, соответственно, все затраты, которые возможны в этом вопросе, те же штрафы, например, за просроченные постановки, они все ложатся на автосалон. И это немалое преимущество. Я понял. Извиню, перебивай. Ты вначале сказал, что проблемы могут быть как юридического характера, так и технического. Так и технического. Не будем акцентировать внимание на том, как проверить у участника, насколько все плохо. Если взялся за ручку двери, и у тебя рука красная в краске. Ну да, таких, если действительно сейчас останавливаться на каких-то косвенных моментах, наверное, не стоит. Единственный совет, который могу дать, это бегом к дилеру на техническую диагностику. И если по каким-то причинам продавец не желает ехать на диагностику, ссылаясь на нехватку времени, нехватку чего-либо, это очень должно насторожить. Или если в свой сервис. Да, да, да. Здесь надо быть очень внимательным, очень осторожным. Вот как раз вопрос про дилеров официальных и не очень. Если покупаешь у них поддержанную машину, существует ли на техническое состояние автомобилей какая-то гарантия? Гарантия, она, в общем-то, остается на усмотрение продавца. Это действительно так, потому что мы все прекрасно понимаем, что когда человек покупает новый автомобиль, гарантийные обязательства выполняет дилер, но обеспечением этой гарантии занимается все-таки завод-изготовитель. То есть если вы покупаете новую машину и она у вас сломалась, вы приезжаете к дилеру, дилер бесплатно осуществляет ремонт, но этот ремонт оплачивается ему из автомобильного представительства. Это не бесплатный ремонт. Соответственно, здесь есть определенная гарантия того, что дилер заинтересован в этих работах, потому что они ему будут в дальнейшем оплачены, просто не клиентом. И, соответственно, завод-изготовитель заинтересован в том, чтобы этих оплат было как можно меньше, соответственно, гарантирует качество своего товара. Ну, здесь, опять же, наверное, ничего нового. Покупка пэушного автомобиля в техническом плане – это риск. Ну, тут не так важно, где вы покупаете автомобиль, даже у дилера, участника, все равно определенный риск того, что вы сядете на автомобиль, начнете какое-то время на нем ездить, потом у него начнет что-то отваливаться, периодически ломаться, и он перестанет вам приносить то удовольствие, на которое вы рассчитывали. Конечно, такая вероятность есть. Но здесь есть, опять же, определенные тонкости. То есть, градация есть, неисправности. И понимаю, что если накрылся амортизатор или тормозные колодки и диски даже, то тут никаких гарантий. Но если ты выпал из салона, и у тебя двигатель упал на защиту картера. Ну, здесь мы, наверное, должны вспомнить закон о правах потребителя, который говорит о том, что салон юридически несет ответственность за техническое состояние автомобиля. И, соответственно, в течение 15 дней салону могут быть поданы претензии о том, что автомобиль не соответствует технически. Но некоторые салоны действительно дают гарантию, причем это достаточно полноценная гарантия. гарантия дается, как правило, в том случае, когда, а, салон профильный, то есть, условно говоря, там салон Ауди продает поддержанную Ауди, салон Мерседес продает автомобиль Мерседес и так далее. Это во-первых. И, во-вторых, когда у автомобиля прозрачная сервисная история. Потому что, в принципе, знания качественного дилера, они позволяют предугадать, что если, допустим, автомобиль среднего класса в каком-то ценовом сегменте выше среднего, не старше, например, трех лет, планомерно обслуживался у дилера, у него чистая история, да, у него заканчивалась заводская гарантия, но опыт общения с этими автомобилями, в общем-то, позволяет сделать вывод, что еще в течение трех лет человек будет спокойно ездить и, в общем-то, ничего не сломается, потому что машина надежная. Да, в таком случае возможно получить гарантию, но, опять же, надо понимать, что это будет, скорее всего, условная гарантия. То есть, вам гарантируют работоспособность основных узлов агрегатов, но вместе с тем вы обязаны посещать у того же дилера плановое ТО, которое оплачивается не, скажем так, не по ценам среднерыночным, а по ценам норма часа, соответственно, это гораздо выше, чем, может быть, в среднем по городу, по городу и так далее. Но, да, тем не менее, как бы вы платите за обслуживание, но вы понимаете, что, в общем-то, и дилер несет определенную ответственность. Но, если, опять же, мы возвращаемся в план советов и в план каких-то технических диагностик, то я могу сказать, что однозначно, если автомобиль не старше 5 лет, и если, скажем так, автомобиля действительно прозрачная история, которую вы видите по сервисной книжке, прямиком к дилеру, записывайтесь на диагностику, не жалейте там этих даже 3-4 тысяч рублей, как правило, это, в общем-то, гарантия некая того, что все в порядке. Тут есть еще один момент, да, когда у, скажем так, у топовых автомобильных брендов у дилеров есть хорошая, и у представительства этих дилеров есть хорошая традиция ввести электронную базу. То есть, когда вы можете не просто открыть сервисную книжку, увидеть там печать, условно говоря, и поверить, что эта сервисная книжка настоящая, а когда вы можете обратиться к дилеру, чтобы дилер дал полную сервисную историю вашего автомобиля. Но для этого нужно брать в охапку предыдущего хозяина, съехать вместе с ним, показывать документы, и, в общем-то, любой дилер даст эту информацию в присутствии хозяина. И, в общем-то, это будет, наверное, такой очень хорошей гарантией того, что автомобиль действительно вам достался хороший. Здорово. Саша, у нас осталось не так много времени, хотел тебе финальный вопрос задать. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то автомобили или категории автомобилей, классы, может быть, которые ты бы категорически не рекомендовал к покупке с пробегом? Это могут быть какие-то конкретные модели, да, или собирательные образы, вроде 4F или дедушкин вариант, так называемый. Ну, не знаю, при покупке автомобиля, вообще любого, должны, наверное, настораживать такие три фактора слишком. Это слишком дешево, слишком быстро и слишком странно. Когда вы пытаетесь приобрести автомобиль, смотрите на объявление, и там либо слишком занижена цена, либо при общении человек ссылается на острую нехватку времени, на какие-либо процедуры, говорит, что давай прямиком пошли расплачиваться, делать договора и расходиться. Либо там слишком странно, это когда, значит, при, там, какие-то предварительные договоренности, они об одном, а по факту там получается о другом. Да, приезжает, например, договаривались с одним человеком встретиться, приезжает другой, говорит, что машина принадлежит не ему, а там сестре и так далее. Ну, таких вот историй куча, в общем-то, их надо рассматривать все отдельно. А если, возвращаясь именно к твоему вопросу, какие машины я бы не рекомендовал к покупке? Наверное, то, с чего я начал. Старые автомобили, которые новыми были очень дорогие. То есть это старые престижные автомобили. Если вы не фанат, если вы не хозяин большого гаража с несметным количеством запчастей, если вы не обладаете колоссальным количеством времени, избегайте, избегайте таких покупок. Слишком большие затраты на содержание такой техники, удовольствие, на которое вы рассчитываете, вы не получите. Ясно. Спасибо, Саша, большое. Тебе очень много интересного, многое открыл. Спасибо, что позвал. Всегда рады. Программа наша подошла к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Это было радио Медиаметрикс Питер и программа Круиз-Контроль. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok